Врач, фитотерапевт, диетолог, автор десятков опубликованных научных статей, автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Часть из которых вы можете заказать и через интернет. А сегодня к тем сотням видео, которые я уже опубликовал в интернете, решил добавить еще одно. Как же не заболеть гриппом? Как же не заболеть простудой? Неважно, это будет весной, осенью, зимой. Но! Один очень важный вопрос. Какой ценой вы хотите не заболеть гриппом либо простудой? Цена разная. В попытке не заболеть, в принципе, многие расплачиваются годами своей жизни. Потеряв при этом свое здоровье. Вас же не такая цена интересует? Поэтому в этом видео я расскажу, какие способы профилактики гриппа и простуд достаточно распространены. И какой результат вы можете получить, применяя их к своему собственному здоровью? Смотрите это видео дальше. Чума, холера, натуральная оспа относятся к особо опасным инфекциям. Иными словами, эти инфекции до выработки специфического иммунитета, когда заболевание заканчивается, своими токсинами способны вызвать необратимые изменения в органах и тканях даже у исходно самого здорового человека. Иными словами, часть людей может и погибнуть. Поэтому, если в вашем населенном пункте вспышка вышеуказанных инфекций, то у вас два основных решения ситуации. Либо если карантин еще не объявлен, вы закрываетесь в пределах своего жилища и ожидаете окончания инфекции, ограничив контакты с другими людьми. Либо если вам удалось до объявления карантина вырваться на свободу, вы меняете свое место жительства в пределах своей страны, континента, либо планеты Земля. Переезжайте в ту точку, где инфекция неактивна. И вы в безопасности. К счастью, для большинства грипп относится только к опасным вирусным инфекциям. И лишь для единиц при неправильном сопровождении он становится особо опасной вирусной инфекцией. В то время как возбудители ОРЗ, ОРВИ, вызывают просто инфекционное заболевание, которое часто проявляется явлениями простуды и способно нарушить ваше качество жизни в период заболевания. Ну и несколько сократить ее продолжительность, если вы неправильно сопровождаете. Поэтому цель профилактики предупреждений она понятна. И как вы можете проводить профилактику даже народными средствами, восточными средствами, вы узнаете прямо сейчас. Пожалуй, один из самых известных способов быстро поднять иммунитет в начальных отделах органов дыхания йоговская поза льва. Для ее исполнения вы садитесь в позу лотос, выпрямляете позвоночник, подбородок прижимается к груди, язык максимально высовывается из пола сердца и фиксируется. Кто-то советует при этом делать задержку дыхания, кто-то делать медленный выдох, кто-то издавать гортанные звуки. В любом случае напряжение мышц языка, особенно если вы еще издаете гортанные звуки, вызывает усиленный приток крови к начальным отделам органов дыхания. Иммунная система реально в этом месте вашего организма усиливается. Больше крови, больше лейкоцитов, больше антител, больше других факторов иммунной защиты. Но! Эта поза имеет несколько несомненных недостатков. О которых вы узнаете прямо сейчас! При всей безусловной полезности йоговская поза льва обладает и некоторыми недостатками, мешающими в еще более значительной мере поднять активность иммунной системы в начальных отделах органов дыхания. А часто способствует провоцированию или обострению скрытой патологии. Но! При определенной коррекции этих недостатков можно избавиться. Как только человек садится в позу лотос, неизменно появляется острый угол в области коленей. А это затрудняет венозный отток, а также отток лимфы от голени и стоп. Особенно это нужно учитывать тем, у кого есть атеросклероз сосудов нижней конечности. Либо облитерирующий эндортериит. То есть под особый прицел попадают те, кто курят, либо когда-либо в жизни курили. Сосуды у них уже изменены. И еще более быстро возникает гипоксия тканей в стопах и снижение температуры. А охлаждение стоп приводит к снижению активности иммунной системы не только в органах дыхания, но и в мочеполовой системе, где может обостриться скрытая патология. Но! С счастью, не все могут сесть в позу лотос. А те, кто и могли бы сесть, я понимаю, сейчас побежали для профилактики гриппа и простуд, побежали взять тазик, взять ведро, заполнить горячей водой, опустить туда ноги и заниматься профилактикой. Да, часть из вас может это сделать, но не советовал бы это делать детям. Все-таки такая легкая иммобилизация, либо обездвиживание детей, создает им легкий стресс, который сам по себе подавляет активность иммунной системы и не только в отношении вирусов гриппа, либо возбудителей простудных заболеваний. Не советовал бы активно заниматься такой профилактикой женщинам рожавшим. Чаще всего есть геморрой. И он может также обостриться. Так же, как и у мужчин, ведущих диванно-кабинетно-автомобильный образ жизни. Когда сидячий образ жизни способствует развитию не только геморроя, но и застойного простатита. А также женщинам нужно учитывать фазу менструального цикла. Потому как перегревание стоп чаще всего используют не просто горячую воду, а добавляя туда раздражающие вещества, например горчицу, может либо продлить месячные, либо вдруг их спровоцировать. Либо вызвать кровотечение, если у вас была фибромиома. Поэтому в этих случаях этот способ не очень подходит. А вот как поднять иммунитет не таким экстремальным способом, я расскажу чуть позже. После того, как объясню еще одно сложное место йоговской позы льва, которую также можно легко скорректировать. Смотрите видео дальше. Выдох через рот также не способствует поддержанию высокой активности иммунной системы в начальных отделах органов дыхания. При этом происходит некоторое охлаждение и подсыхание слизистой. И бонусы для различных патогенов появляются. Но! Если вас интересует, как не заболеть гриппом, либо как не заболеть простудой осенью, зимой, либо весной, йоговскую позу льва и в этом случае можно немножко подкорректировать. Вам нужна будет любая плоская поверхность, например тарелка, и чайная ложка любого меда, лучше жидкого, который вы тонким слоем должны будете размазать по тарелке. Если у вас мед уже засахарился, нового сезона ждать не нужно. Вы предварительно нагреваете тарелку и на нагретую поверхность наносите засахарившийся мед. Ключевое значение имеет, что мед на тарелке должен быть жидким, не в ложке. Что вы делаете дальше? Вы выполняете основное условие йоговской позы льва. А именно, максимально высовывая язык из полости рта, одним движением слизываете мед с поверхности. Что происходит у вас? Напряжение в области корня языка приводит к повышению активности иммунной системы в начальных отделах органов дыхания. И основной бонус, который может дать йоговская поза льва, вы уже получили. Но он не единственный. Принципиально имеет, после того, как вы слизали мед с поверхности, вы должны проглатывать его до тех пор, пока вкус меда во рту не исчезнет. И вы делаете следующее слизывающее движение. В этом процессе очень сложно дышать через рот. И пока вы будете проглатывать мед, вы вынуждены дышать через нос. А это значит, что вдыхаемый вами воздух будет в лучшей степени согрет, увлажнен и, самое главное, очищен. И в святая святых, а именно в альвелы, большинство патогенов просто не попадет. Они осядут в начальных отделах органов дыхания, где вы уже иммунитет для их нейтрализации и усилили. Но! Это не единственный бонус, который вы получили. Повышение местного иммунитета достигается еще одним путем. Мед признанный антибиотик. Пока вы его проглатываете. Иными словами, вы наносите его тонким слоем на слизистую верхних дыхательных путей, которая в начальных отделах общая с пищеварительной системой. Вы приводите в тесное соприкосновение мед и бактерии, которые находятся на слизистой. А мед признанный контактный антибиотик. Это антибиотик контактного действия. При контакте с бактерией, высокая концентрация сахара в меде способствует тому, что мед начинает отнимать влагу у бактерий. И микроорганизмы теряют вначале свою активность, а потом и жизнеспособность. В результате вы получаете еще один бонус. Но он тоже не последний. И о других бонусах, которые вы можете получить, вы узнаете прямо сейчас. Лечебные свойства меда можно существенно увеличить в плане антибактериальной активности. Для этого к чайной ложке меда вы добавляете одну-две капли сока, лука, чеснока, хрена, петрушки, сельдерея, пастернака, моркови, свеклы. Можете использовать лекарственные растения, настойку календулы, эвкалипта. Все зависит от доступности того или иного средства и отсутствия аллергии на него. Как и аллергии на мед. Я понимаю тех, у кого есть аллергия на мед, они считают, что этот способ неисполним для них. Исполним с небольшой коррекцией. Просто как носитель антибактериальных веществ вы будете использовать не мед, а любое доступное вам варенье без косточек. А дальше добавили туда лук, чеснок, нанесли на поверхность и получаете не только удовольствие, но и защиту от различных бактериальных либо вирусных инфекций. Но! Это все еще не единственная возможность усилить активность иммунной системы в начальных отделах органов дыхания. И как еще, что еще можно использовать буквально в домашних условиях, особенно это подходит детям и тем, кому нельзя парить ноги. Я расскажу прямо сейчас. Еще один дополнительный бонус может получить ваша иммунная система, если вы будете носить одежду с высоким воротничком, предупреждающим местные потери тепла и снижение иммунитета. И периодически согревать кисти рук. Парить ноги может не каждый. Есть много противопоказаний и особенностей применения. Согреть кисти рук может практически любой. Удерживая в руках металлическую либо стеклянную емкость, и тот и другой материал легко отдают тепло, вы не только согреваете кисти рук, вы повышаете местный иммунитет и осложняете жизнь как минимум бактериям. Предупредить простуду таким путем легко. Предупредить вирусную инфекцию невозможно, если она вам не знакома, но предупредить тяжелое течение вирусной инфекции и осложнение ее также можно. Как я сказал в предыдущем видео на своем канале, от количества патогенов, с которых стартует та или иная инфекция, особенно такая опасная, как грипп, зависит результат. Выйдете вы из этой инфекции с иммунитетом либо с осложнениями. Чтобы сделать все правильно, на моем другом канале есть видео. Наберите. Первые признаки гриппа. Первые признаки осложнений вирусной инфекции или гриппа. Первая помощь при гриппе. Если вы подозреваете, что у вас развелась инфекция, профилактические средства не совсем вам помогли. Если вы заболели гриппом, очень важно все начинать делать правильно, начиная с первых шагов инфекции. Тогда вы сохраните свое здоровье и активное долголетие будет вашим. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!